Он называл такие мероприятия, как срыв концерта Большого театра, захват представительства Аэрофлота, захват представительства ТАСС, обстрел дипломатического, массовые митинги. В свое время, в 1969 году вошел в Книгу рекордов Гиннеса. Он провел в Нью-Йорке массовую демонстрацию, на которой было арестовано больше всего человек. 17 тысяч человек было арестовано за нарушение общественного порядка на одной демонстрации за один день. Вошло в Книгу рекордов Гиннеса. Конечно, образ Равин бородатый, да еще и... И ты вдруг видишь совсем другое. Видишь человека, который в личной беседе, добрый взгляд, мягкий голос. Человек, который вообще не видит себя, как какой-то там Равин, лидер, глава, депутат. Очень по-семейному, что ли. Очень искренне. Это был шок, который надо было еще переварить. Но все, после этого уже желание еще раз, еще раз встретиться, оно уже было непреодолимым. И, безусловно, я стал все чаще приходить и на какие-то политические акции, и на уроки в Ешире, которые он давал. Стал читать его книги, первую книжку его, я прочел на русском языке. Книжка «Никогда больше», перевод «Невер и Гейнер», которая была написана еще в начале 70-х годов. Это была потрясающая книга, которая, безусловно, объясняла, что подвигла Равина, который 26 лет изучал Тору. 26 лет посвятил изучению Торы в Толму, Торе, в Ешире. И вдруг пошел создавать Лигу защиты евреев, потом политическую партию в Израиле. Зачем нужно создавать Лигу защиты евреев в Израиле? Да, ведь это, казалось бы, парадокс. Для него это был не парадокс, он прекрасно предвидел, что евреи в собственной стране скоро будут преследованы, скоро будут зависимы и беззащитны. Безусловно, он хотел принять превентивные меры. Хотел сделать так, чтобы евреев таки не нужно было защищать в Израиле, чтобы защищаться пришлось нашим врагам. Но, к сожалению, силы оказались неровными. И, в принципе, опыт общения с диссидентами из КГБ и так далее, очень помогли мне в Израиле пережить тот период, когда активисты движения в веках подвергались репрессиям, которые мало чем отличались от тех репрессий, которые подвергались евреи и диссиденты в Советском Союзе. Даже методика, даже стиль были очень похожи. До противного. Настолько похожи, что цирку ведь тоже вызывали дважды в Шабак. Один раз по ее делам, один раз по моей делам. Она вернулась оттуда в полном шоке. Она говорит, неужели они действительно одну школу заканчивали? Неужели, говорит, все спецслужбы в мире одинаковые? Это, конечно, было ужасно противно, но это очень помогло. Да, очень помогло. То есть никакого страха перед ними уже не было. И знали, могли предвидеть, предсказать, как реагировать на те или иные методы давления. И, в конце концов, после четырех-пяти попыток сначала пытались вербовать, сделать сексотом, чтобы я им там... Пытались запугивать, чтобы я прекратил свою деятельность. Кончилось это дело тем, что я их просто переиграл по очкам, и они меня оставили в покое. Действительно, нельзя о нем говорить, судить, не основываясь только на том, что печатали о нем в прессе. Это полная противоположность тому, что было на самом деле. Когда показывают фотографии Кагами постоянно с сожжатым кулаком, и эмблема движения Каг, да, это кулак на фоне Маген-Давида, нужно было просто поговорить с людьми, которым довелось пожать Раву Кагана руку, увидеть его кулак вблизи, в реальности. Кулак Раву Кагана я могу сравнить только с кулаком Маген-Давида. Рав Каган никогда ничего тяжелее Талмуда в руках не носил, ничего острее авторучки в руках не держал. Это человек, который всю свою жизнь посвятил учению и написанию книги-статей. Все! Все! В Милуим он с автоматом? В Милуим он с автоматом. Это был его первый и единственный Милуим в Израиле. Человека взяли на курс переподготовки, обучили за месяц, обучили собирать, разбирать автомат, дали ему пять патронов выстрелить, и потом отправили его патрулировать в арабский город. Не забываем это. Кстати, кто был командиром роты, в которой служил Рав Кагана в Милуиме? Хайма Михай, Хайма Лим. Наш, ты ковец. Он не афиширует, но у него это так по секрету всему свету рассказал. То есть, все эти кулаки, все эти... Это эмблема, это символ. Это эмблема партии. Да. Пытались, пытались, да, все время пытались создать имидж Равина. Каганы как человека, склонного к насилию, призывающего к насилию. И вот, смотрите, вот он постоянно с кулаком, и вот просто у него эмблема кулак. Какое насилие. Любая война – это насилие. Так что, мы не пацифисты. Мы не за войну, но если другого выхода нет. Это не значит, что мы призываем к насилию. Мы призываем к миру. Рав Кагана говорил так. Я желаю арабам всего самого наилучшего, только не в Израиле. У меня нет ничего против арабов, где бы они ни были. Только не в Израиле. Когда он призывал, там, выселить их и так далее, он говорил не потому, что они арабы. Потому что они утверждают, что эта земля их, а не моя. Мне, Богом, заповедана земля. Они утверждают, что эта земля их, это что значит, и Бога нет, и меня нет. Они только не в Израиле. Если бы китайцы пришли и сказали, это наша земля. Я бы и китайцев точно так же от себя выгонял. Мне все равно, кто это. Тот, кто претендует на мою землю, не должен здесь быть. Вот и все. Очень простое правило. То есть, это никакой не расизм, в чем его обвиняли постоянно. Интересно, что... Я не буду рассказывать про политику. Про политику уже рассказывал. А вот про то, что за человек был Рафкан в жизни. Я, скажем, такой эпизод. 88-й год. Это мы полтора года в Израиле. Родился Яшка. И целька уже был временем Мишкой. Идет предвыборная кампания. И я после работы иду не домой. А я иду в партию. А оттуда, значит, либо листовки раздавать, либо флагами махать. Либо потом у меня было постоянное задание сопровождать Рафа Кагады на все его мероприятия, чтобы переводить на русский язык. Потому что повалила уже Алия в 90-е. Но вот в тот год в предвыборную кампанию постоянно, каждый день, то демонстрация, то раздача листовок, то куда-то надо ехать, переводить, встречу с избирателями, переводить на русский язык. Приезжаю домой обычно уже после полуночи. А в 6 утра вставать на работу, то есть я приезжаю, быстренько там в душ, в кровать, встал, ушел. И опять меня нет. И так месяц, и так полтора. И меня, ну, молодой, горячий, завелся. Приезжаю однажды домой. Целька. Целька сидит вот так и говорит, значит так. Ты на ком женат? На мне или на своей партии? Я вообще тут кто? Я зачем? А твой Равин, Каган, он кто? Он только депутат или это за? Или он Равин тоже? Пусть этот Равин скажет. Можем, имеешь ты право вообще так к жене относиться или нет? Аллаха позволяет? Иди спроси. Ну, как бы тут возразить же нечего. На следующий же день, после работы, я, естественно, сразу иду в контору и говорю, Каганда, мне нужно с вами поговорить. Говорит, замечательно. Мы сейчас едем с тобой в Аку. По дороге поговорим. У нас будет много времени. Ну, я что, я буду возражать, да не, не, да, предвыборная компания, взвесь, штаб, тысячи людей, да, конечно, все поехали в Аку. Значит, на Субару, еще не было этого, шестой скоростной дороги платной, еще надо было ехать, это часа три пилить в один конец. На этом мы часиков так, в пять выехали. Ну, едем, я все хочу как-то начать разговор. Так, сейчас мы приедем, у нас там, в этом месте митинг, потом там у нас встреча, потом опять митинг, потом встреча, значит, на первой встрече ты мне не нужен, ты, значит, займешься вот этим, потом там, тут, и, ну, что, он мне рассказывает, чем мы будем заниматься. Все, все, три часа прошли, мы приехали, уже там, все, шмут, пошел, да, да. Один час до вечера мы начинаем возвращаться обратно, то есть, это еще часа три ехать. Я уже представляю себе, что меня дома ждет, и я уже говорю, мол, так, знаешь что, я, пожалуй, сегодня останусь ночевать у тебя. Он говорит, почему? Ну, я говорю, нет, жена домой не пустит, она вчера мне ультиматум поставила, сказала, задать тебе вопрос, я же после работы сразу к тебе, сейчас вот я возвращаюсь, представляешь, в шесть утра я опять уже на работе и, ну, вот так, вот и маленький ребенок дома, и, в общем, вот такая ситуация, она говорит, как скажешь, так и будет. Он задумался, ну, так, секунд на тридцать, и он там, не снимая руки с руля, достал из кармана пиджака визитную карточку свою, перевернул ее, и так вот прямо на руле, не отрываясь от армена, что-то там написал, выдал мне, я смотрю, там написано Либи, имя его же, и домашний телефон. Его домашний телефон в справочном было получить невозможно, он был заблокирован за секретом, потому что невозможно было, какое количество звонков разного рода поступало. И он свой домашний телефон давал только очень-очень-очень-очень близким своим, там, секретарю, секретарше, консультанту, помощнику, адвокату, очень узкому кругу людей. Я это знал, поэтому я так вот оценил. Я приезжаю, мы приезжаем, беру, садим где-то там уже во втором часу ночи, грамм мне дает деньги на такси, я беру такси, уже транспорт же не ходит, беру на такси, еду на Дверяков, приезжаю на Дверяков, часа два, третий час. Захожу, Кирка сидит, не спит, сидит в салоне. Ну, ты спросил? Я говорю, да. Ну и что он ответил? Я говорю, вот. И подаю визитную карточку. Она смотрит на карточку, видит имя чьё-то, телефон. Тут же телефон, начинает набирать номер, и вдруг смотрит на часы, смотрит на карточку, смотрит на клубер. И так. Это его жена? Я говорю, да. Так. Когда там выборы кончаются? Я говорю, через месяц. Ладно, месяц я еще потерплю, но потом? Ни ногой, никуда. Целый год. Окей. Ну, окей. Конечно, какой там год я не выдержал, и в месяц этих месяцев, но, в принципе, вот такой вот эпизод. И понятно было, конечно, в рамках, наверное, было четверо детей. Две девочки, два мальчика, две девочки. Недавно вышла книга, его переписка с сыновьями из мест заключения. Да, он сидел и в Америке, и в Израиле. Ну, как сидел? Да, иногда 15 суток, иногда двое суток, а иногда и дольше. Самый длинный арест в Израиле был полгода, в Америке около года. И эти отсидки выпали как раз на очень такие неудачные, что ли, да, периоды в жизни, когда старший сын, старшему сыну было между 13 и 18 лет, да, младшему было там где-то лет 8-9, дочке 16-18 лет. Самый такой период, когда очень нужны родители, когда формируется много чего, когда вопросов куча, когда... А он вдруг красный пропал на 3 месяца, раз и на полгода. И вот его переписка с его детьми из мест заключения. Это потрясающее чтиво. И в них огромное количество любви, заботы и в каждом письме маленький воспитательный момент тоже. Какая-нибудь рекомендация, какая-нибудь даже просьба или совет. Но только после того, как в начале письма он изливает такое количество тепла и любви, что действительно отказать ему после этого же все невозможно. И если так подумать, в семье такого человека, который постоянно замешан в скандалах, и периодически сидит за решеткой, как раз в те периоды, когда дети достигают вот этого дурацкого тинейджерского возраста, ну, вообще-то дети могли бы получить травму, могли бы... Куда угодно их могло бы занести. Мы все знаем, что такое лак-зор-быши-лапси. Мы знаем, как там начинают... Мы не ощущаем, что мне надо идти, да? Начинают мстить и начинают делать назло, бунтовать и так далее. Но вот как раз пример навакана в том, что все четверо его детей... Опять же, пример людей, полных любви и воспитанных, вот так, как единственная мама хочет видеть своих детей. И скромность, и ответственность, и огромное количество любви. Раф Кагана обладал феноменальной памятью. Феноменальной. Не только на еврейские источники. Да, то есть каждый его урок или каждая его статья, он ссылался на десятки разных еврейских книг. На пророков, на Таилин, на Медраши, десятки. И все это наизусть. Буквально, он на любой вопрос, он феноменальный. Но я был свидетелем тому, как в Бершере мы приезжали на какой-то митинг. И толпа стоит человеком, не знаю, пятьсот, шестьсот. И в этой толпе разношерстный друг, он видит какого-то человека и говорит ему, иди сюда. Выходит, чувак весь в наколках, в таких коротких шорах, в шею пацаны. И они обнимаются. И она говорит, ну как дела? Как твоя жена? Как дети? Как кто? Называет его по имени, помнит его детей. Возвращаешься из Бершева, я спрашиваю, Рава, кто это был? Говорит, пришел там человек, говорит, так и так. Я уже столько раз пытался от наркомании излечиться. Ну ты понимаешь, как получается? Я вложусь в эту клинику, там, лечиться от наркомании. В это время моя жена должна на что-то жить. Она идет там в Питово-Хлюме, она идет туда-сюда. Там ее обманули, там не додали, оттуда выгнали. Там кто, он за квартиру не заплачивает, когда до меня это все, значит, доходит. Я ухожу из этой клиники, я иду разбираться со всеми. А потом, говорит, на этих же нервах я себе снова дозу. И уже какое там лечение, нафиг. И это уже, говорит, такой замкнутый круг был. Пока он пришел ко мне и не сказал, не могу больше. Ходил я по разным равенам, ходил я по разным этим, помоги. Говорят, что ты безотказный. Ну, не проблема. Обещаешь мне, что бросишь наркоманию, да, обещаешь. Все, иди лечить, и не о чем не думай. Нашел деньги, нашел все, пошел сам в Питово-Хлюме. Требуровка сам лично, пошел в Питово-Хлюме, пошел туда, пошел сюда. Все ей кулаком по столу, все выдел, все, что ей полагается. Еще и собрал ей денег. Да, все, мужик вылечился, семья более-менее. Прошло время уже, у него таких случаев масса. Он его запомнил. Не тот, что тот. А, там помахал ему руку раками, сам его, иди сюда. Ну-ка, рассказывай, как твои дела. Ну-ка, отчет, 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 ты мне обещал. Или, это история с конфетами. Мы приезжаем в Хадеру. И так, надо быстро найти где-то Минян, помолиться Минку. Паркуемся там, где нашли место, буквально у тротуара, выходим. Я говорю, что тут не синагоги, не надо синагоги, сейчас будет Минян. И действительно, как только он выходил на улицу, собиралась мы, конечно, собиралась толпа. Он говорит, так, я со всеми поговорю, только сначала мне нужно Минян на Минку. Собиралась кучка мужчин, молились быстро Минку, возвращались и уже продолжали беседу. И тут однажды выходим, мы точно так же на улицу, Минян собирается народ. И почему-то куча детей, то ли это было рядом со школой, или там что-то летом, может быть, Кайтана какая-то была рядом. Куча детей, буквально два десятка. Кара-кара-кара-кара. И он вдруг достает из кармана пакет леденцов и начинает раздавать детям леденцы. Для меня это была такая неожиданность. Я никогда не видел его, занимающийся такими дешевыми трюками на публику. Конфеты детям раздавать. Что он заранее знал, что тут будут дети, что это подстроено. Откуда? Что? У меня было совершенно непонятно. Я совершенно опешил. И опять же на обратном пути я у него спрошу. Нет, я даже у него постеснялся спросить. Я пошел в Бенци Гук, что ли? Я пошел на следующий день в Бенци Гук, один из его учеников, ближайший. Говорю, Бенци, слушай, такая странная вещь была в Хадыре. Конфеты какие-то детям раздавал. А он начинает смеяться. Говорю, что ты смеешься? Говорю, ты не понимаешь. Он сам ужасно любит леденцы. Но ему врачи запретили, потому что там у него с сахар, у него и да, и то, и вообще это на зубы плохо. Вредно. Он обещал жене, что больше не будет покупать леденцы. Но периодически он забывает, покупает, а потом не знает, что с ними делать, потому что, когда он достает их, он вспоминает, что обещал, что жене не есть. И он до нам их раздаст, эти леденцы. Кому угодно, кто рядом окажется в тот момент, когда они у него, он тут же их раздает. Неважно, кому, лишь бы только у него не осталось, потому что он обещал жене, что не будет есть леденцов. Ну и, наверное, я закончил таким эпизодом. То есть это 90-й год, незадолго до его последнего отъезда в Америку, мы опять же приезжаем в Хадеру. Вроде бы наезженное место, вроде бы все как год тому назад. Но 90-й год уже кардинально отличался от 89-го. Мы вышли на улицу, и мимо нас проходили люди, которые даже не здоровались. И Равкаловна сказала тогда мне, эту страну погубят не арабы. Эту страну погубит наша апатия и правнодушие. Льется кровь, а нам все равно. Людей обманывают, а нам все равно. Люди страдают, а нам все равно. Мы проходим мимо, мы даже не бородимся. Это то, что погубит эту страну, вот сказала он мне тогда. Это... Так... Позвучало тогда. И... Я ужасно рад. Ужасно рад тому, что... Мне постоянно хвалят моих детей. Постоянно хвалят моих детей, потому что они кому-то помогли, кому-то сказали доброе слово, кому-то... Постоянно кому-то что-то сделали. Постоянно. И... Это... 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 Самое главное. Ну и вообще, я заметил, что в последнее время, если меня спрашивают, как мои дела, я начинаю рассказывать, как дела у моих детей. Потому что, наверное, это все-таки, наверное, самое главное в жизни человека. И... И... В какой-то момент, по сравнению с этим, твои личные дела уже, это девишки. А настоящие дела, это уже у них. Ну и дай Бог ему. Здоровья и успехов. А вам спасибо за внимание. И извините, если я вас утомил. Спасибо. Как это можно позвонить, по пути ехать? Спасибо шлоуну долго. Ходец хорошо рассказал. Ум, не пую. Добрый день. Много кого-то. Многоer, хорооо. Ну, я надеюсь, ну, хотелось бы... Я расскажу другие вещи. Здравствуйте, Голос. Стали. 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 Продолжение следует...